а сам алейкум здравствуйте мы находимся в стрелковом клубе 762 это третья хорошевская улица город москва смотри у нас присутствует мнению что когда извлекаешь пистолет толкнуть противника это израильская методика на самом деле но она неправильно это реально неправильно почему против кого ты будешь применять пистолет вот агрессирующего быдла наверное который сильнее тебя если человек слабее тебя ты просто можешь отбиться от него спокойно ты будешь применять если человек намного визуально даже сильнее до или группа лиц группа лиц или человек вооружен ножом и теперь представь ты сильному человеку отдаешь руку нет даже да да вот просто имитирую выхватывание и досывание вот попробуй боксеру отдать руку вот он будет иметь практически будет видеть удар на автомате а он сразу с этой руки ударит вот сразу отсюда и это совершенно неправильно это подойдет против какого-то ну вообще для очень неподготовленного до более того если вы можете вот так его толкнуть лучше сразу толкнуть его в челюсть кулаком это раньше помните очень модно было нажатие пальцев да там на самом деле я всегда говорю вот человек егор тоже говорит если есть возможность прикоснуться ли к лицу пальцем лучше прикоснуться кулаком или в глаз пальцем не надо тысячу десять лет могут дать вот тебе вот он чуть кулак меньше головы немножко причем поэтому я вот образно я прав то есть вот это толкание вторая проблема люди отходят назад ты вот мы до этого сделали ты отходил назад подсознательно а куда легче идти вперед или назад вперед мне легче к тебе идти то есть ты один шаг сделаешь назад я полтора практически могу сделать вперед если бы легче было ходить назад вы бы на работу и по своим делам ходили бы за дом правильно мы организм делать так как ему удобно поэтому отход назад тоже не подойдет потому что человек успеет дойти сзади мог если это сотрудники силовики у них сзади стоят свои ребята и представь ты уперся и я у тебя отнимаю оружие допустим смотри образно здесь стоит не вооруженный сотрудник сзади стоят вооруженные сотрудники он начинает доставать пистолет не может отойти назад потому что сотрудники мешают да вот вытаскивай до свой вот и этот сотрудник необученный сотрудник может быть опасен для всех своих напарников поэтому сила подразделения не идет по самому сильному сотруднику сила подразделения считается по самому слабому сотрудник как у альпинистов как говорил мой папа а потом до него за 300 лет повторил марихаева яма человек силен настолько насколько сильно его самое слабое место да спасибо марат да ну это макет забыл поэтому смотри что сделать лучше всего у меня есть пистолет у тебя нету пистолета смотри отход назад никак не поможет вот сейчас я буду отходить назад просто отходить назад и ты быстрее меня догонишь готов поехали давай 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 говорили макет дайте другого инструктора поэтому что нужно сделать оставаясь на том же месте просто откуда удалить пистолет от противника и все то есть если эта рука поймана досылаем об ремень никаких проблем не надо пытаться бежать назад можно упасть поткнуться сзади стена поэтому ребята прежде чем что-то делаете вам нужно понимать что и для чего вы делаете спасибо брат